друзья всем доброе утро сегодня хочу поделиться с вами чем-то очень близким из своего сердца возможно это станет какой-то новой высотой новым откровением может быть не новым может быть чем-то забытым старым может быть просто укрепит вас в том что и так вы делаете и так давно закончился пост даниила и многие из нас постились смиряли свои души перед богом и это очень важно выражать практически свое смирение перед богом пост это как раз время смирения когда я откладываю свои обычные нужды обычные желания ради того чтобы угодить господу смирить свою душу и приблизиться к нему есть еще один способ выразить свое смирение перед богом это колено преклонения знаете в нашей евангельской традиции возможно мы теряем вот эти вот золотые истины которые мы видим в писании потому что мы верим что бог является конечно судьей конечно владыкой мира но также является нашим другом нашим отцом нашим утешителем наставником кем-то очень близким для нас это иногда расхолаживает нас и делает даже молитву такой немножко понебратской мы относимся к богу как ну к такому другу дружку может быть даже сказать и это конечно нехорошо это может быть даже создать при какой-то препятствие между нами и богом мы привыкли слышать когда люди пьют кофе и молится например сидят в удобном кресле и тоже молятся но вот колено преклонения но не является такой уж обычной частью наших молитв даже и в песнях поклонения мы порой поем слова я преклонилась перед тобой преклоняю колени но все таки мы физически не делаем этого зачастую иногда делаем но не всегда я хотел бы предложить каждому из вас подумать об этом способе показать свое смирение пред богом и может быть взять его на вооружение в свою духовную жизнь я вижу в библии очень часто упоминание об этом например первый мученик стефан когда его побивали камнями написано деяние 760 и преклонив колени воскликнул громким голосом господи не вмене им греха сего и сказав себе почил мы видим подвиг этого мученика но прежде чем он взошел на вот эту голгофу своего подвига он преклонил колени и обратился к богу с просьбой о помиловании людей которые убивали его мы видим что пётр пришел к умершей женщине тавифе и что он сделал деяние 6 940 пётр выслал всех вон и преклонив колени помолился и обратившись к телу сказал тавифа встань то же самое и она открыла глаза свои и увидев петра села павел проповедует евангелие поднимает церковь в эфесе и вот приходит время им расставаться и вот эта сцена описана в книге деяния 21 5 проведя эти дни мы вышли и пошли и нас провожали все с женами и детьми даже за город а на берегу преклонив колени помолились вы знаете часто используется это этот способ смирения перед богом и приглашение бога участвовать в дальнейших событиях через колено преклонения друзья пусть день ваш будет благословенным и давайте вспоминая вот эти уроки которые дают нам библия давайте почаще преклонять и души и сердца и колени пред богом чтобы быть более успешными в своей христианской жизни спасибо за просмотр! и и Продолжение следует...